Привет, бро! С тобой Воблер, и ставь лайк за 2 секунды, если ты не боишься Камера Вумен. Считаю. Раз, два. Молодец, дружище, что ты поставил лайк? Ты реально смельчак. Её не стоит бояться, она такая милая, она агент, и она защищает нас от скибедит туалетов, которые постоянно нападают. Это у нас игра Камера Клэш Война Слияния. Мы сегодня с тобой продолжим развивать здесь агентов, продолжим эволюционировать, а также защищать землю от скибедистов, которые хотят прорваться с этой лаборатории. Вот так много мы с тобой агентов прошли в прошлых роликах. Реально, они были страшные, эпические, и они, конечно же, нам помогали, мы за них играли. Это были ТВ-мены, Камера Мены, Камера Вумен, Спикер Мены. И вот в прошлом ролике мы с тобой открыли два новых персонажа, которые здесь появились с обновлением. Это был ТВ-мен с колонками на плечах, а также это Камера Вумен. Мы сейчас пройдем несколько уровней, и будем с тобой дальше открывать новых персонажей, которые здесь появились. И я надеюсь, что они реально будут крутые. Ну что ж, дружище, погнали. Давай, Камера Вумен, пошли, воевать будем. Уровень номер 92. И вот эти скибедисты, они нападают. Смотри, скибеди-пауки. У них даже на голове вантусы торчат. Это у них типа шлема защита. Они думают, что эти вантусы смогут их спасти. И даже скибеди-туалеты пытаются напасть на нашу Камера Вумен. У нас есть желтая кнопка. Если мы на нее жмякаем, то наш персонаж очень быстро стреляет, но тратится желтая энергия. Потому, если не будет персонаж наш справляться, я буду ее нажимать. А если он реально будет тащить, значит, можно ее даже и не жмякать. Вот, без проблем, наша Камера Вумен здесь победила. И дается три вида награды, алмазы, золото, а также три реквизита. Я выбираю алмазы. Здесь появилось древо прокачки. Мы уже прошли довольно далеко. Это седьмой лавел. Всего здесь 50 уровней, где мы можем за золото прокачать атаку. Плюс один процент. Видишь, 12 миллионов. Раз мы прокачиваем. Также можем за кристаллы прокачать вероятность крыта. Тоже прокачиваем. Но дело в том, что наши крутые агенты такие сильные, что я даже не вижу смысла в этой прокачке. Потому, мы здесь пока что ничего делать не будем. Просто тебе показал. Также у нас летает такая вот прикольная Камера Вумен. Видишь, с хвостиком. Она говорит, Воблер, спаси заложников. И вот, какие персонажи мы можем спасти за ролик. Конечно же, мы сейчас их спасем, чтобы получить новых персонажей для слияния. И вот наши спасенные персонажи, которые сейчас будут эволюционировать. Два двадцать девятого уровня. Это тридцатый. Получается, еще два двадцать девятых. Давайте объединяем. Еще тридцатый. Два тридцатых. Это тридцать первый. Тиви-мен. С прошлого ролика. И нам надо как-то сейчас получить тоже крутого персонажа. У нас всего сейчас есть четыреста восемьдесят триллионов золота на счету. Да, бро. Реально, уже такие цифры огромные. Потому, что все-таки девяносто третий уровень прохождения. А каждый раз все здесь. Агенты становятся дороже и дороже. Так, за три триллиона мы покупаем персонажа. Вот смотри. Двадцать восьмого. Вот еще делаем слияние. Получается у нас двадцать девятый. Сюда тридцатый. Мне надо, чтобы тридцать первый получился. Пять триллионов, шесть триллионов стоит новый персонаж. Так, давай еще прикупим двоих. Вот сейчас мы с тобой получим новую эволюцию. Два тридцатых. Два тридцать первых. Получается две камера вумен. Это реально классный персонаж. Мне она нравится. Мощная, стилевая. И плазма у нее очень сильная. Так, ну что, объединяем две камера вумен. И получается... Это что такое? Это... Какой-то... Скибиди-песель. Это скибиди-камера-песель. Я в шоке. Скибиди-пес. Скибиди-камера-пес. Это скибиди-паук? У нас есть серая коробка, которая может сейчас нам принести очень интересные подарки. Смотрим. 45 триллионов золота, а также два реквизита. Забираем их. Давай посмотрим, бро, на что способен наш паук. Или я не знаю, кто это. Дрон какой-то. Ого, стреляет такими вот красными лазерами. Реально крутой дрон. Песель. Давай мы его назовем Шарик. Дрон Шарик идет и всех истребляет на своем пути. Давай, вали. Я в шоке, какой же он мощный. А также мы можем жать на желтую кнопку. А все, сейчас уже будет босс. Здесь дело в том, что очень сильные агенты. Если раньше мы в прошлых роликах могли здесь проигрывать, как-то ощущалось то, что здесь мы очень слабые и надо эволюционировать, то тут мы вообще какие-то читеры. Миссия 94. Вперед. Вот, смотри, как она всех уничтожает. Это уже заряженные скибиди туалеты, которые пытаются быстро доехать и взорваться. Так, еще одна волна. Пока что камера сама справляется без проблем. Я даже ничего не жмякаю. Опасность. Это уже какой-то опасный босс. Смотри, без проблем она расправляется. Вообще суперская камера. Мне кажется, что здесь в игре вообще нарушен баланс, потому что эти скибиди агенты, они очень крутые и непобедимые. Да и плюс еще дерево, прокачки добавили. Собираем награду. Конечно, камера хороша, но давай мы сейчас купим еще какого-то суперагента. Так, давай для начала мы вкидываем здесь деньги. Покупку новых ТВ-менов. Нам надо получить 33 уровень. Я думаю, что это будет суперсложно. При том, что я вижу, как здесь дорого стоят новые персонажи, которых мы с тобой покупаем. Два тридцать первых. Вот тридцать второй камера-вумен. Да нет, вроде бы нормально. Я думал, больше мы денег потратим. Пока что все у нас получается. Ого, 77 триллионов. Новый персонаж. Так, это тридцатый левел. Что-то не получается. Нам какое надо? Давай сюда. Нам надо сейчас, конечно же, 33. Вот, вот. Смотри, два тридцать третьих. И мы сейчас объединяем и получаем. Это новый камера-мен. На самом деле мы уже видели такого персонажа. Только он был в другой расцветке. Там и голубая плазма была. А тут такая вот красная. Он 34 левела. 95 уровень. Нажимаю борьба и пошли. Покажи камера-мен. Особая миссия. Это у нас заработок золота. Мы должны уничтожать разные здесь урны, которые нам выпадают. Таким образом мы зарабатываем много золотишка. Ну что, давай буду жмякать. И вот смотри, как стреляет этот камера-мен. Это желтые огненные шары. Он просто все испепеляет. Вот видишь, как он бьет? Он бьет прям по всей площади. И, в принципе, вырубает противника на всех уровнях здесь дороги. Можно так назвать. А там у нас камера-вумен била именно таким голубым пучком плазмы, который уже разрывался в конце и наносил нескольким врагам урон. Мы с тобой забираем 103 триллиона золота. И пошли дальше. Мы сейчас пройдем три уровня, а потом уже дальше прокачаем нашего персонажа до новой эволюции. Конечно, здесь есть вот реквизиты, которые я могу нажимать. Аптечку можно не использовать, потому что смысл у нас хп же есть. Можем вот такую вот ракету бахнуть с неба. Видишь, если к нам будет тяжело. Можем энергию добавить. Вот она светится. Хотя она у нас и так заряжена. Но просто буду показывать, как вообще используются здесь реквизиты. Я их не использую, потому что мы здесь и так побеждаем. Вот мы можем даже откидывать противника. Вот так вот. Ого! Ты видела? Они только что почти вплотную к нам подобрались. Такого я не ожидал от противника. У нас уже... Что там после триллиона идет, бро? Я уже не вспомню. То есть миллион, миллиард, триллион. А тут вообще какие-то цифры запредельные. Я даже их не буду называть. Да, персонаж очень у нас крутой. Но я только что с ним чуть не проиграл. И это, конечно, меня пугает. Потому что как так получилось, что противник чуть не подобрался к нам. Идем вперед. Одну волну пережили. Так, еще одна волна. Это 97 уровень. Что будет на сотом, я не знаю. Может быть там какой-то супер босс. Я думаю, что разработчику надо еще добавить каких-то супер боссов и больше врагов. Чтобы прям было сложно. Потому что очень легко нам. При том, что у нас дерево вообще не прокачанное. Дерево по силе, где мы там качаем. Критический урон, а также дамаг. Забираем кристаллы. Сейчас, бро, с тобой пройдем еще одну миссию. И потом сделаем эволюцию нового персонажа. Нового агента, который будет здесь сражаться дальше с этими нубскими скибидитуалетами. Потому что они нубики. Здесь можно вообще не эволюционировать. Мы вообще здесь читеры. Не этого мало. Я стану супер читером. Супер главным агентом. Который будет просто с одного удара уничтожать эти скибидитуалеты. Которые там вот появляются. И все. И умирает. Это был, кстати, у них босс. Который три выстрела получил и рассыпался. Пришло время эволюционировать. 15 триллионов стоит новый камерамен 30 уровня. Вот так вот делаем слияние. Получается ТВ-менчик. Давай еще закупаем. Здесь уже 34 триллиона новый персонаж. Нам надо получить 34 левел. Это реально сложно. Я даже не знаю получится ли у нас. Но приложим все наши усилия. Чтобы этого добиться. Так давай еще. Тут у нас 30. 31. 32. Так снова здесь ТВ-менчик. 31. Вот смотри. 32. Вот так. Вот так. И два 34. Делаем слияние. И что тут у нас? Я не знаю, кто это. Это часы какие-то. Часы вуман или? Кто она, бро? Часовщик. У нее желтые золотые ноги. Вот она в шляпе идет. У нее голова часы. На руках часы. И на шляпе тоже часы. Прикольный персонаж. А чем она бьет? Ага, она палкой машет. И уничтожает все. То есть у нее получается палка-трость. Какая-то волшебная трость. 99. Левел. Вот она идет. Смотри. Часовщица. Смотри, как она всех улаживает. А, огромные часы с неба падают. И валят противника. Круто, смотри. Игра мне очень сильно нравится тем, что здесь у каждого персонажа-агента своя механика. Ну вот, атакующие из кемиде туалета, они нубские. Просто какие-то нубики. И одинаковые. Смотри, она просто их валит за секунду. 99 уровень. Все, она развалила всех. Мы с тобой забираем кристаллы. И вот она. Крутая. Смотри. Давай посмотрим, что будет дальше у нас. Она 35. Здесь будет какой-то ТВ-мен или ТВ-момен. Непонятно. Здесь колонка спикер. Здесь камерамен. Вот здесь будет ТВ-менша. Прикольная какая-то. Вот сколько здесь персонажей. В будущем еще будут добавляться. Я, конечно же, жду от разработчиков новых персонажей. Более сильных, сложных здесь с кемиде туалетов. И желательно новую карту. А то у меня уже от этой карты глаз дергается. Битва. Это миссия номер 100. Это у нас обычная миссия, где мы с тобой зарабатываем золото. Потому я ее быстро ускорю. И ты уже увидишь в конце результат. В календаре, смотри, сколько у нас накопилось кристаллов. Я кристаллы вообще ни на что не трачу. У нас уже 13 тысяч. Обновление реально крутое вышло. Но оно как-то очень облегчило игру. Очень легко. Давай мы еще коробку откроем. Здесь мы получаем 149 триллионов. Бро, напиши в комментариях, что идет после триллионов. То есть какие там цифры дальше. Не, я могу загуглить, но я спешу ролик сейчас. И так вот и не знаю сразу. Пошли дальше. Давай, подруга, покажи нам, что ты способна. Я знаю, ты можешь победить врага своими часами. Ты просто машешь палочкой и бьешь сверху часами. Откуда берутся эти часы? То есть, возможно, это какие-то, я не знаю, привидения часы. Ого, кто-то практически до нее добрался. Хотел укусить ее за руку. Вали, эти из кибели туалета. Ого, пауки хотели добраться. Это кто у них? Нубики, 101 уровень. И вот идет босс. Раз, два. Все, с двух тычек вырубила босса. Это не босс, это нубасик. Да, бро, этот новый персонаж довольно красивый и необычный. Это девушка-часы, часовщица. У нее довольно интересный наряд, потому что на левой ноге у нее сапог Батфорд. А на правой ноге просто обычная туфелька. С каплуком тут, видишь? Да. Ну что ж, персонаж мне понравился, внешность и механика. А с тобой был Воблер. Оставайся на канале, смотри другие ролики и скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok